Трехэтажный военно-губернаторский дом, в котором ныне размещается художественный музей, находится в северной части Кремля, ранее напротив Преображенского собора, а теперь построенного на его месте Дома Советов. Губернаторский дом начал строиться в 1837 году и закончен в 1841. Его архитекторами были Гофман и Ефимов. Южный главный фасад здания был обращен к собору, а северной террасой – в сад. Нижний этаж дома занимал губернатор, во втором находилась императорская квартира, третий этаж был занят жилыми комнатами и церковью Святого Духа. Художественный музей располагается здесь с 1992 года, один из лучших и старейших музеев России. Единственный в Нижегородском регионе музей изобразительного искусства был основан по решению городской думы в 1894 году и открыт для посетителей 7 июля 1896 года. Музей хранит богатую коллекцию произведений искусства, насчитывающую более 12 тысяч экспонатов, в том числе памятников национального и мирового значения, работы мастеров крупнейших европейских художественных школ 16-19 веков – итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской. К числу самых ценных экспонатов выставки относится картина известного немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха-старшего «Лукреция», датированная 1535 годом. Это одно из восьми подлинных произведений Кранаха, хранящихся в музеях России. В экспозиции музея насчитывается и множество древнейших памятников национального искусства – средневековых икон, созданных в XIV-XVI веках, в таких культурных центрах Древней Руси, как Новгород-Великий, Москва, Ростов, Ярославль, Нижний Новгород. Здесь полно и разнообразно представлена российская живопись и графика. Практически нет ни одного известного имени русского художника, работа которого не значилась бы в музейных фондах. Но, конечно, самые значительные произведения размещены в экспозиции музея. И в каждом из залов есть свои шедевры. От работ Венецианова, Крамского, Воснецова, Серова, Репина, Семирадского до абстрактных композиций Кандинского и Малевича.